В эфире Выборгская муниципальная телекомпания. Вы смотрите программу «Город новости по-выборгски». В студии Татьяна Анкудович. Здравствуйте! 550 11-классников Выборгского района сдавали репетиционный экзамен по русскому языку. Правила строгие, как и на ЕГЭ. В аудиторию запрещено проносить мобильные телефоны и другие посторонние предметы. Только паспорт и ручка. Перед началом испытаний для ребят проводится контрольный инструктаж. Во время проведения экзамена запрещается иметь при себе средства связи, электронную вычислительную технику, фото, аудио и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации. Выносить из аудитории и ППЛ листы бумаги для черновиков со штампов образовательной организации. Репетиция ЕГЭ прошла во всех школах Ленинградской области. Соблюдение противоэпидемических мер – обязательное условие экзаменационного процесса. У нас организован для тех, кто сдает пробный единый государственный экзамен, раздельный вход в аудитории. В аудиториях присутствуют по 15-12 человек на расстоянии, друг от друга находятся. Детям разрешается находиться в аудитории без маски. Учитель после того, как проведет инструктаж, конечно, должен находиться в маске. Работают рециркуляторы. Перед входом в аудиторию есть санитайзеры. Репетиционный экзамен проводится с целью контроля знаний и определения степени готовности ребят к ЕГЭ. После подведения итогов у преподавателей будет возможность восполнить пробелы в знаниях учеников. Экзамен проводится с соблюдением всех требований процедуры единого государственного экзамена. Основное отличие в том, что выпускники пишут его не на пунктах проведения, а в своих школах. Процедура экзамена проходит с использованием бланичной технологии. Участникам предложено выполнить КИМ, состоящий из двух блоков. Первый блок включает в себя задание с кратким ответом. Второй блок подразумевает задание с развернутым ответом. Второй, развернутый блок, предлагает написать сочинение по прочитанному тексту. Это задание выполняют только те, кто планирует поступать в ВУЗ. В общей сложности на работу отводится 3 часа 30 минут. Это уже второй пробный экзамен. Мы написали математику профильного уровня, попробовали себя. Уже в этом испытании верим, что наши дети покажут хорошие результаты. В 11-й гимназии города Выборга в этом году 40 выпускников. Абсолютно все намерены получить высшее образование. Поэтому задания выполняют в полном объеме. Результаты репетиционного экзамена станут известны в начале марта. Татьяна Анкудович, Александр Сорокин, Медиагруппа «Наш город». День российских студенческих отрядов отмечают 17 февраля. Дата была установлена президентом страны Владимиром Путиным в 2015 году. Сегодня это крупнейшая молодежная организация в России, которая координирует временную трудовую деятельность студенчества и развивает спортивный и творческий потенциал молодежи. Студенческие отряды Ленинградской области представлены в пяти направлениях. Это строительство, работа в индустрии сервиса и гостеприимства, педагогика, медицина и сфера сельского хозяйства. Работа в отрядах позволяет студентам получить дополнительные профессиональные навыки, решить вопрос с занятостью на летний период, пройти производственную практику и, конечно, найти новых друзей. В Выборге действуют студенческие отряды «Викинги» и «Сансара». Молодежь трудится на железной дороге, в детских оздоровительных лагерях. Ребята работали даже на Ленинградской атомной электростанции. Чтобы вступить в областной студенческий отряд, необходимо заполнить анкету на официальном сайте движения. Газ, свет и дороги. В прошлом году более 48% бюджетных расходов в Гончаровском сельском поселении было направлено на жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство. Реализовать ряд важных местных проектов, несмотря на пандемию, удалось при поддержке районной администрации и депутатов областного парламента. Благодаря нашим депутатам областным, Олегу Петрову, мы поставили две большие детские площадки поселка Вещево в поселке Житково. Благодаря нашему областному депутату Владимиру Олеговичу Цою, мы сделали освещение в поселке Гвардейском до клуба. Благодаря депутату Николаю Олеговичу Ковлю, мы поставили детскую площадку в поселке Барышево. Местные власти, с сожалению, констатируют, что суровые морозы доставили этой зимой немало забот сотрудникам объектов электро- и водоснабжения. Проблемы приходится решать в авральном режиме. Так, в поселке Гаврилово требуется замена участка, трубопровода, центрального отопления и горячего водоснабжения. Нужно его будет приводить в порядок. Ориентировочная цена только на одну сеть от ТК номер 5 до детского садика. Это, например, цена вопроса от 4 до 5,5 миллионов рублей. Таких денег у нас, конечно, в бюджете нет. Мы дотационные, поэтому сейчас готовим документы и будем обращаться за помощью в район и область. На отчетном собрании по итогам социально-экономического развития в 2020 году глава администрации гончаровского поселения обратил внимание на то, что, несмотря на дефицит местного бюджета, удалось выполнить ряд дорожных работ, провести реконструкцию трансформаторной подстанции. В числе важных решений – заключение контракта на строительство котельной в поселке Барышево с переводом ее на природный газ. В разделе жилищно-коммунального хозяйства было направлено 57 миллионов 904 тысячи рублей. Из них на жилищное хозяйство 7 миллионов 554 тысячи рублей, на коммунальное хозяйство 34 миллиона 797 тысячи рублей, на благоустройство 15 миллионов 552 тысячи рублей. Наиболее волнующими остаются вопросы газификации населенных пунктов. Уже заказан проект на обеспечение голубым топливом поселков Черкасово и Гаврилово. Строительство планируют начать через год. В рамках реализации региональной программы по переселению из аварийного жилья расселено три многоквартирных дома. Сейчас их готовят к сносу. 17 семей улучшили условия проживания. За 2020 год всего заключено 24 договора соц. найма жилого помещения. По состоянию на 1 января 2021 года на учете стоят граждане. 71 семья или 169 человек. В 2020 году признан нуждающими в жилых помещениях, предоставляем по договору социального найма 5 семей или 9 человек. Решать проблемы помогают и старосты. Они обеспечивают эффективную обратную связь населения с местными властями. Приоритетными задачами на текущий год в Гончаровском поселении называют завершение реконструкции котельной в Барышево, благоустройство населенных пунктов, ремонт муниципальных дорог и мероприятие по борьбе с борщевиком. Виктория Иванова, Кирилл Важенин, Медиагруппа «Наш город». Госинспекция по маломерным судам напоминает – выезд на лед может быть опасен. Об этом говорит и последний трагический случай. На реке Вокси, провалившись в промойну, утонул водитель снегохода вместе со своим транспортным средством. Уже мы выявили несколько мест выезда автомобильной техники на лед. Причем автомобили легковые любых марок от самых легких до самых тяжелых. Это тоже очень опасно. Поэтому хотел бы предупредить всех любителей такой легкой рыбалки, что надо быть внимательным и осторожным. Это делать нельзя. Автомобиль и можно не успеть выскочить после этого даже. И не то, что там сам погибнешь, еще кого-нибудь там и утопишь еще. Потому что, как правило, не один, а несколько человек ездят на рыбалку. Кроме того, в некоторых районах сохраняется угроза отрыва льда. В Полянском сельском поселении такая опасность постоянно присутствует в районе поселка Приветнинское. Также рискуют быть унесенными на льдине рыбаки в приморском городском поселении. В районе Приморска, конечно, да, в сторону Зеленогорска, там, возможно, отрывы льда. Для любителей ловить корюшку, это, конечно, тоже чревато. Сегодня ветер такой, завтра ветер поменяется, льдина уйдет и уйдет вместе и с этими снегоходами, и с людьми. И потом придется, спасателям МЧС придется работать довольно-таки плодотворно. И эту работу выполнить очень тяжело. По словам сотрудников МЧС, у каждого водоема есть свои особенности. Поверхность воды может замерзать неравномерно. Ненадежным является лед под снегом. Легко провалиться в местах впадения рек и в протоках между островами. Лед там, как правило, подмывает течение. Даже ходить пешком здесь чрезвычайно опасно. Не говоря уже о движении на транспортных средствах. И хоть в целом зима для рыбаков выдалась благоприятной, об элементарных правилах безопасности забывать не стоит. Уголовные дела по фактам получения и дачи взятки возбудил Санкт-Петербургский следственный отдел на транспорте. Специалисты по безопасности совместно с сотрудниками отдела по противодействию коррупции Северо-Западного таможенного управления раскрыли незаконный канал передачи сведений из ведомственных баз данных. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы. По версии следствия из единой автоматизированной информационной системы, злоумышленники незаконно получали данные о декларировании товаров, перемещаемых через границу России. Информацию они продавали недобросовестным участникам внешнеэкономической деятельности. Те, в свою очередь, использовали ее для уклонения от уплаты таможенных платежей. Схему вывода данных организовала группа лиц, в состав которой предположительно входил сотрудник Выборгской таможни. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовных дел по статье «Незаконное разглашение и сбор сведений, составляющих налоговую тайну». Скорость – не главное. Межрегиональная акция под таким названием проходит на территории Ленинградской области. В школах и детских садах госавтоинспекторы проводят мероприятия, направленные на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма. Выборги в гимназии номер 11 ученикам начальных классов напомнили о правилах поведения вблизи проезжей части. Ребята активно включились в беседу, рассказали, что именно они знают о безопасности на дороге и какую угрозу может представлять автомобиль, припаркованный у пешеходного перехода. «Когда человек выйдет из машины, то водитель его может не заметить и может его сбить». Предупредили ребят и об опасностях, которые подстригают их на дороге в зимнее время, а также напомнили, что в автомобиле детям следует обязательно пользоваться удерживающими устройствами. Оценивая знания школьников по теме дорожной безопасности, сотрудники госавтоинспекции отмечают, что с основными правилами ребята знакомы хорошо. Главное – непременное их соблюдение всеми участниками движения. «Хотелось бы привлечь внимание водителям к тому, что в зимних условиях, когда на улицах гололед, снег, условия плохой видимости, быть внимательнее при проезде школ, образовательных учреждений, медицинских учреждений, детских садиков. Потому что очень часто дети могут выйти из-за припаркованной машины, выбежать. Поэтому надо обязательно соблюдать скоростной режим и снижать скорость при приближении к пешеходным переходам». О том, что скорость не главное, выборским водителям напомнили кадеты школы номер 7. Под контролем инспекторов ГИБДД ребята раздавали водителям открытки памятки и автомобильные наклейки. «Здравствуйте, мы кадеты ГИБДД школы номер 7. Сегодня у нас проходит региональная акция «Скорость не главное». И мы хотим вам еще раз напомнить важность соблюдения права дорожного движения и скоростного режима. И вот, напомню вам на кричку. «Благодарю, спасибо. Счастливо, спасибо. Доброго дня вам, всего хорошего». Не быть безучастными автоинспекторы просят и родителей. Как можно чаще напоминайте своим детям о том, что соблюдение несложных правил может сохранить их здоровье и жизнь. Виктория Иванова, Александр Сорокин, медиагруппа «Наш город». Доступная культурная среда. Более 10 миллионов рублей выделено из бюджета Ленинградской области на лестничные гусеничные подъемники, пандусы, поручни, инвалидные коляски и тактильные таблички. Все это оборудование, предназначенное для удобства людей с ограниченными возможностями, появится в районных домах культуры, досуговых центрах и библиотеках. Всего в этом списке 26 учреждений. Условия для беспрепятственного доступа в помещения инвалидов создадут в том числе в библиотеке Альвара Алта и Школе искусств города Выборга. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко встретился с министром иностранных дел Финляндской республики Пеккой Хависта. Стороны обсудили дальнейшие направления развития сотрудничества. По словам главы региона, сегодня реализуется немало совместных проектов. Для нас Финляндия – это стратегический партнер в экономике. Я приведу буквально три цифры. Финляндия занимает второе место по товарообороту среди всех стран-контрагентов Ленинградской области. И третье место по экспорту. И мы всегда рассчитываем и рассчитываем на наших финских друзей, как на надежных и долговременных партнерах. Участники встречи обсудили реализацию инвестиционных проектов в промышленном и сельскохозяйственном производстве, а также вопросы водоснабжения и водоотведения, экологии, защиты окружающей среды, обращения с отходами. Внимание уделили также программам приграничного взаимодействия и сотрудничеству в сферах дорожного хозяйства. Сегодня мы активно через Дорожный комитет правительства Ленинградской области сотрудничаем с нашими финскими партнерами для привлечения современных технологий по зимнему содержанию дорог, для того, чтобы минимизировать реагенты, которые мы применяем для обработки ледяного покрытия. И здесь рассчитываем на помощь и поддержку как раз финской стороны для внедрения новых технологий. На встрече стороны обсудили вопросы, касающиеся открытия границ. Губернатор Ленобласти спросил, когда страна планирует вернуться к привычной жизни. Финский министр ответил, что это может произойти уже в ближайшее время. Александр Дрозденко, в свою очередь, выразил надежду, что к лету пандемия отступит и позволит удачно провести чемпионат Европы по футболу. Планируется, что две игры сборной Финляндии пройдут в нашем регионе. Бесплатно обучиться новой профессии предлагают жителям Ленинградской области. Пройти подготовку по одной из IT-специальностей и получить соответствующие корочки можно, не выходя из дому. Для этого необходимо зарегистрироваться на платформе «Лидер.айди». Программа обучения включает в себя 16 часов онлайн-лекций и 6 часов самостоятельной работы. Первый поток стартует 18 февраля. После прохождения итоговой аттестации слушатели, имеющие среднее профессиональное или высшее образование, смогут получить удостоверение о повышении квалификации. Бесплатное обучение проводится в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» нацпроекта «Цифровая экономика». Следующий образовательный поток запланирован на 15 марта. Подробно о проекте читайте на нашем сайте выборг.тв и в группах Выборг ТВ в социальных сетях. Выборгский порт свяжет город с Петербургом и Финляндией. Порт «Логистик» приступает к реализации проекта по организации нового морского сообщения. Так туристы получат возможность путешествовать по воде между Санкт-Петербургом, Выборгом и Коткой. Это наш совместный проект с финской стороной и с пассажирским портом Санкт-Петербург «Морской фасад». Идея возникла достаточно давно, и идея заключалась в том, чтобы обеспечить сообщение между Финляндией, Санкт-Петербургом и Выборгом на новых маршрутах. То есть это развитие пассажирского сообщения. Так как сейчас в данный момент в Выборг ходит только один паром Карелия, который соединяет Лаперанту и Выборг. Есть пути для развития, есть потенциал для развития, но, к сожалению, этот потенциал необходимо поддержать развитием инфраструктуры. Проект «Вип энд Ко» реализуется в рамках программы приграничного сотрудничества «Россия-Юго-Восточная Финляндия». Предполагается, что создание нового водного маршрута увеличит туристический поток в Выборг и даст новый толчок экономическому развитию всего района. Выборг всегда был интересен, а путешествие по морю – это достаточно интересный и особенный вид отдыха. То есть у нас есть Сайминский канал, по которому уже ходят Карелия. Это шлюзы, это великолепная природа кругом, это вообще в принципе очень интересно. Есть морской путь до Санкт-Петербурга, тоже очень красивый, живописный. Мы рассчитываем на то, что приток как местных, так и международных туристов, иностранных туристов, он спровоцирует рост именно предпринимательской деятельности. То есть это и сервис, это и гостеприимство. Кстати, про гостеприимство. В рамках проекта планируется провести масштабную реконструкцию пассажирского терминала в Выборге. Необходимо то, что устарело, то, что в принципе себя и жилое, то, что не соответствует современным требованиям, привести в соответствие. Нам необходимо будет сделать с нашим текущим пассажирским терминалом все те работы, которые позволят комфортно принимать пассажиров. Сейчас, к сожалению, такой возможности нет, именно комфортно принимать. Все прекрасно видят, что такое наш пассажирский терминал старый. Он в какой-то момент был нами все-таки отремонтирован, но этого недостаточно. Терминал будет расширяться, увеличится площадь контрольной зоны и зоны ожидания. Из-за того, что порт является морским пунктом пропуска, в нем также будет разграничено движение местных туристов и туристов из-за рубежа. Большое внимание уделят безопасности, как транспортной, так и противовирусной. Сейчас проект находится на первом этапе создания. Работа предстоит большая. Первый рейс по новому водному маршруту планируют запустить в 2023 году. Анастасия Покатилова, Александр Сорокин, Медиагруппа «Наш город». Микаэль Агрикола под белоснежным покровом, часовая башня, спрятавшаяся от людских глаз за нежными цветами и лучи яркого зимнего солнца на верхушке башни святого Олафа. На целый месяц музейное пространство Выборгского замка станет домом для этих снимков. Новая экспозиция состоит из работ двух мастеров – Алены Головач и Павла Полякова. По словам фотохудожников, своим искусством они стараются дарить зрителю красоту. Есть фраза такая о том, что камера воспитывает взгляд, фотокамера. На самом деле это так, когда долго снимаешь, когда много лет этим занимаешься, начинаешь вычленять из того мира, который вокруг, уже самое красивое, самое лучшее. А плохое просто уходит на задний план, его просто вообще не видишь. Объединяет все кадры одна тема – Выборг. По мнению Павла, это идеальный город для любителей фотографии. Я город очень люблю, город мой, город любимый город. Я пожил за свою жизнь во многих городах, но Выборг действительно мой, я здесь зацепился. Я отсюда уже не хочу куда-то перебираться. Поймать момент, который уже невозможно воспроизвести, уловить мельчайшую деталь и остановить ускользающие мгновения. Алена всегда рада, если удается запечатлеть пробежавшую мимо кошку или только что распустившиеся цветы. Северная природа особенно вдохновляет ее на творчество. Сусловно, больше нравится такая пасмурная погода, туманная. Туманную очень люблю и, наверное, самая лучшая фотография получается именно в туманной. Есть на выставке подтверждение словам фотографа. Этот кадр она сделала на бегу, торопясь на утренний поезд. Благо, фотоаппарат оказался под рукой. Кстати, любая из представленных на выставке работ может стать сувенирной открыткой Выборгского музея-заповедника. В экспозиционном пространстве установили специальный ящик, куда можно опустить листок с номером понравившейся вам фотографии. Результаты будут подведены в день закрытия выставки, 5 марта. Галина Давыдова, Александр Сорокин, Медиагруппа «Наш город». В Выборге появится комплект оборудования для сдачи норм ГТО. Он будет установлен в универсальном спортивном зале «Фаворит», который имеет соответствующую требованиям площадку. Это стало возможным благодаря успехам выборгских спортсменов. В прошлом году сборная команда из Выборга стала бронзовым призером Всероссийского фестиваля чемпионов игры ГТО и получила сертификат на новое спортивное оборудование. Церемония передачи тренажеров и инвентаря для сдачи норм ГТО состоится 19 февраля. В мероприятии примут участие представители областного комитета по физической культуре и спорту, администрации Выборгского района, регионального центра тестирования ГТО, а также сборная команда ГТО Ленинградской области. На этом наш выпуск завершен. Увидеть программу «Город новости по-выборгски» вы можете в любое время суток на сайте выборг.тв и в группах Выборг ТВ в социальных сетях. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова